16 мая 2018 года дал старт 13-й Герценовский молодежный форум с международным участием «Моя инициатива в образовании». Участниками форума стали победители вузовских этапов конкурса социально значимых студенческих проектов. На форум прибыли как студенты всех федеральных округов России, так и зарубежные студенты. В этом году приглашение принять участие в событии приняли 29 образовательных организаций. На три дня проведения форума территория университета становится Герценградом со своим проспектом, площадями, скверами и кварталами. До официального открытия мероприятия студенты успели поучаствовать в экскурсионном квесте по Герценграду. Торжественное открытие молодежного форума посетили ректор Сергей Богданов, проректор по воспитательной работе Сергей Махов, представитель Комитета по делам молодежи и взаимодействия с общественными объединениями правительства Санкт-Петербурга Галина Моисеенко. Сегодня у нас большой праздник. И прекрасно, что этот большой праздник организован самыми главными в университете людьми. А именно студентами нашего университета и студентами других вузов мы слышали, сколько их, которые приехали нам сегодня. Коллеги, давайте помнить, что от нас зависит будущее России. А так развиваются дела, что похожи не только в России, но и в всего мира. В самом деле сегодня очень высока значимость участия и организации таких мероприятий, где вы можете обменяться опытом, мнениями, инициативами, разными проектами, ну и вообще познакомиться, обрести друзей из не только наших субъектов нашей страны, но и зарубежных стран. Приветственное письмо от вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова зачитала начальник управления развитием воспитательной деятельности Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена Раиса Богданова. Участие в форме моей инициативы в образовании будет полезным во всех отношениях. Подобные мероприятия не только способствуют развитию студенческих и молодежных проектов, но и позволяют проявить такие качества, как умение работать в команде, быстро ориентироваться в ситуации, принимать решения, анализировать материалы, решать поставленные задачи. В тот же день на различных площадках Керценграда прошла публичная защита социально значимых проектов участниками форума. Было представлено пять площадок защиты проектов. Вместе дружная семья, синяя птица, сотрудничество поколений, веер инициатив, на злобу дня. По словам участников форума, они готовы поделиться своими проектными идеями с ребятами из других регионов и рассчитывают обрести здесь единомышленников. Наш проект направлен на помощь школьникам, создание курсов на базе нашего университета, которые помогут школьникам 9 класса поднять свой уровень знаний английского языка. Данные курсы направлены в основном на людей, которые не могут себе дополнительно оплатить эти курсы. И они полностью волонтерские, проводят их студенты. Одновременно они проходят и патологическую практику и помогают школьникам. Очень понравилось, что административные, не только административные, но и учебные корпуса располагаются в настолько красивых живописных зданиях. То есть помимо того, что они несут образовательный такой дух, они еще и исторический дух несут. Поэтому очень приятно будет в них находиться все дни форума. Мой проект посвящен межкультурной коммуникации. Наш проект направлен на создание мультипликационных фильмов по фольклору разных национальностей. Очень много новых знакомств, нового опыта, каких-то новых идей в создании проектов. Ну и, конечно же, посмотреть Петербург. Наш проект посвящен такой замечательной науке, как аномастика, которая изучает имя и имя собственное. И как раз-таки мы будем приобщать деток самого их маленького возраста к тому, чтобы они изучали русский язык, чтили традиции и культуру своего народа. Это очень хороший шанс пообщаться с другими ребятами, понабраться опыта и вообще, в принципе, обменяться опытом педагогическим, так как мы тоже педагоги, а Герцены – это известный педагогический вуз. И, конечно же, в первую очередь хотелось его посетить и, конечно, послушать замечательные социальные проекты ребят. Во второй день форума состоялся «Десант добрых дел», в ходе которого ребята разрабатывали и реализовывали свои проекты в команде. Студенты получили возможность принести пользу жителям культурной столицы. Во второй половине дня состоялся общественный аудит студенческих достижений факультетов и институтов Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена. В заключительный день прошли мастер-классы, конкурс-команд «Экстра-класс», дискуссионная стрессия, танцевальный батл на площади инициативных, творческая встреча со службами форума и торжественное закрытие форума. Конкурсы форум проходят в Герценовском университете с 2003 года. За это время в конкурсе приняли участие более 12 тысяч студентов из более чем 100 образовательных организаций России. Было разработано и реализовано более 3 тысяч проектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...